Начинается всё на самом деле, если даже у тебя благополучная семья, у тебя папа с мамой, и они друг друга любят, и тебя вот так вносят, да? Где-то с 12 до 16 лет начинается период полового созревания, и начинается процесс, когда ребёнок уже осознаёт, что я — это теперь не мама с папой, а я — это теперь я. Это первый этап, наверное, в жизни, когда включается эго. И мы себя отрываем от родителей, и часто же слышите от подростков, что вы меня вообще не знаете, да? Это вот это. И в этот период очень все стрессуют. Поэтому в этот период самое большое количество суицидов. В этот период все стрессуют и ловят вот эти вот всякие там эмоциональные блоки, стрессуют, это всё вот зажимается. И получается, ребёнок рост до 12 лет нормальный, в 14 раз и замкнулся. Плечи вот так, и ходит, что-то там сам по себе разговаривает, и где-то к 20 годам он за счёт своего образования и как-то участия, он немножко расправляется. Расправляет плечи и где-то начинает прорабатывать свои комплексы внутренние. И когда это всё происходит, то второй этап начинается тогда, у девчонок начинается после замужества. Я, честно, я не знаю, я вот сколько раз спрашиваю, когда это у вас началось, они говорят, когда я вышел замуж. То есть половина хотят выйти замуж, вторая половина не знает, что с этим всем делать. И мне, ну вот, почему-то девочки испытывают очень такой вот, очень большой стресс. Нет, это, 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 смотрите, тихо. Вот, давай сюда положу. А то вот это, вдруг я рисовать буду, а потом выглядываться. Что ещё? Я, вот, путём проб и ошибок совместил несколько, на самом деле, несколько техников, ну, как техник, подходов в один. Первый, вот, вообще, вот, первый, кто начал давить и там всех пинать и бить, как с подходом, с таким научным, это был такой Райф, кто психологией занимался, это, по-моему, в 80-х, он сделал аргонную камеру, короче, он сделал тупо туалет деревянный и обшил его в алюминии изнутри, продавал там за бешеные деньги, вот это посадили в алюминии. Аргонная камера Райфа это там, он типа восстанавливал, восстанавливал энергический потенциал тела там. Мы сидели с сфор и есть. А? Мы сидели с сфор и есть. Сидели такой камерой. А, ну, помогло? Нет. Здесь, смотрите, Райф, вот, то, что есть скинограммы его сеансов, и в университетах до сих пор изучают, ну, вот, кто-то там глубоко в этот копает, он говорит, пришла женщина, легла на кушетку, и положила руку ей на живот, спросил, какие взаимоотношения с мамой, ее стало тошнить и рвать, и, то есть, ну, и вот такие. Единственное, что это, его техники передаются уже вот несколько поколений, но не все могут их приметь, потому что нужно трансовое поле. Помимо физики нужно трансовое поле, это вот энергетика самого человека, биоэнергетика, и у кого это трансовое поле большое, он может эти техники применять. То, у кого он небольшой, тот может применять, но такой эффект будет очень посредством. И я на него наткнулся, на самом деле, у меня есть одна подруга, она написала мне на WhatsApp, скинула ссылку на, есть такой Менченков, структурная психосоматика, в Питере, он психолог-массажист, это у него как-то совпало, я не знаю. И она скидывает видеозапись сеанса, и там женщина, в общем, выворачивает все вот это, и я думаю, надо же, он через тело, через массаж, вытаскивает зажимы, там, какие-то телесные, энергетические, это все у него так круто получается. Я начал его изучать, я его, наверное, все ролики в YouTube, я вообще YouTube очень сильно благодарен за то, что знания вот просто там лежат. Я полгода пересматривал все, и я думаю, надо же, ну вот этот вот, короче, кто не знает, кто и Рай, есть 7 телесных зажимов, он разделил на части, это вот скальт, потом вот здесь, этот грудной, живот, в общем, их 7 вот так вот. Чакры? Чакры? Нет, нет, это не чакры, это телесные зажимы, ну, в общем, можно к чакрам привязать тоже, но, в общем, это телесные зажимы, это на мимике человека из-за вот этих телесных зажимов отражается все, вот, боль, скорбь, то есть, мы же смотрим на человека, ну, сколько боли, сколько страданий, на лице из этого отражается, и когда ты высвобождаешь вот эти эмоциональные блоки, это вот бонусом идет вот этот эффект ботекса, морщинки расправляются, как только ты это все вытащил, вот лица прям вот натягивается, как барабан вот все уходит, это такой вот бонус. и когда я смотрел на вот его сеансы, думаю, ну, надо учиться, полгода я изучал, я пробовал на тещи сначала, теща не выдержала, убежала, в холле говорит, потом я на жене давай, жена потом сказала, теща вернулась через неделю, сделай еще, потому что мне легче, и я понял, что кажется, что-то в этом есть, и я стал на людях потом практиковать, потихоньку, потихоньку, но мне не понравилось в этой технике, что массаж длится два с половиной часа, то есть я закончил курсы массажа, там два месяца ходил, да, я этот, и знаете, оказывается, прикоснуться к другому человеку, постороннему, это очень, ну, прям неохота, а когда приходит кто-нибудь, есть массажисты, когда приходишь на курсы массажа, туда приходят волонтеры, цельки разные, и мое первое тело было, мужчина там 85-86 лет, и преподаватель так говорит, намазываем масло, делаем вот так, а я масло намазал и стою, он говорит, делаем вот так, не могу я, и короче, все равно потом мы сделали, и это было такое первое преодоление, и я же максималист, мне нужна лучшая кушетка нужна, я себе купил кушетку после этого, я знал, что я не буду массажистом, но я хотел попробовать, и сразу на хороших снарядах, и я, мне не устраивала там, какая-то кушетка, я купил кушетку за 500 долларов тогда, medical, там что-то там, American medical, короче, прям профессиональную кушетку, я до сих пор не жалею, но тогда это было в надрыв, то есть денег не было, а я все деньги вытащил, думал, кушет вместе, просто, я делал антицеллюлитный массаж, потом яркий сделал, потом еще там это, 10 сеансов, и в общем, если кто-то вам говорит, что вам будут делать антицеллюлитный массаж, и вы похудеете, не верьте, от антицеллюлитного массажа худеют только массажисты. Наоборот. То есть 2,5 часа массажировать, чтобы вытащить там что-то, ну, не устраивало. Потом, я наблюдал только на чистой энергетике, сколько вытаскивать один блок, да? Я сейчас блок говорю, это вот эти вот проклятия в спину, когда кидают, в теле человека, вот так его выворачивает тело, ноги в другую сторону, лицо немеет, ужасно вообще все. И если только на энергиях, это от 3 до 5 часов нужно с человеком сидеть, и он вот его там вот так колбасит. Во-первых, ему не очень. Человеку, ну, реально страшно, да? Кто был на холотропе, тоже там бывает, видели вот это, выворачивал. И я думаю, если одному человеку 5 часов, и опять делаю эти композиции, ничего не получается. То есть, ну, никогда я не заработаю. Ну, в смысле, вообще, то есть, кипя я очень низкий с такими показателями. Потом психология, коучинг, давай я начал ковырять, коучинг этот, и когда я выяснил, что кто-нибудь коуч уходил? Есть такие? За первые 3 сеанса ты платишь за то, чтобы научиться доверять коучу. Терапии нету. Терапия начинается на 4-й, где-то 5-й уже. То есть, уже ты чувствуешь, что у тебя начинают там что-то там сдвигаться.